Генерал Иван Федорович Епанчин стоял посреди своего кабинета и с чрезвычайным любопытством смотрел на входящего князя, даже шагнул к нему два шага. Князь подошел и отрекомендовался. — Такс, — отвечал генерал, — чем же могу служить? Дела неотлагательного я никакого не имею, цель моя была просто познакомиться с вами. Не желал бы беспокоить, так как я не знаю ни вашего дня, ни ваших распоряжений, но я только что сам из вагона приехал из Швейцарии. Генерал чуть-чуть было усмехнулся, но подумал и приостановился. Потом еще подумал, прищурился, оглядел еще раз своего гостя с ног до головы, затем быстро указал ему стол, сам сел несколько наискось и в нетерпеливом ожидании повернулся к князю. Ганя стоял в углу кабинета у бюро и разбирал бумаги. — Для знакомства вообще я мало времени имею, — сказал генерал. — Но так как вы, конечно, имеете свою цель, то... — Я так и предчувствовал, — перебил князь, — что вы непременно увидите в посещении моем какую-нибудь особенную цель, но, ей-богу, кроме удовольствия познакомиться у меня ничего нет. Удовольствие, конечно, и для меня чрезвычайное, но не все же забавы, иногда, знаете, случаются и дела. При том же я никак не могу до сих пор разглядеть между нами общего, так сказать, причины. Причины нет, бесспорно, и общего, конечно, мало, потому что если я князь Мышкин и ваша супруга из нашего рода, то это, разумеется, не причина. Я это очень понимаю. Но, однако ж, весь мой повод в этом только и заключается. Я года четыре в России не был. Слишком. Да и что я выехал почти не в своем уме. И тогда ничего не знал, а теперь еще пуще. В людях хороших нуждаюсь. Даже вот и дело одно имею. И не знаю, куда сунуться. Еще в Берлине подумал. Это почти родственники. Начну с них. Может быть, мы друг другу и пригодимся. Они мне, а я им, если они люди хорошие. А я слышал, что вы люди хорошие. Очень благодарен, удивлялся генерал. Позвольте узнать, где остановились? Я еще нигде не остановился. Значит, прямо из вагона ко мне и с поклажей. Да, со мной поклажей всего один маленький узелок с бельем, и больше ничего. Я его в руке обыкновенно несу. Я номер успею вечером занять. Так вы все еще имеете намерение занять номер? О, да, конечно. Судя по вашим словам, я было подумал, что вы уж таки прямо ко мне. Это могло быть, но не иначе, как по вашему приглашению. Я же, признаюсь, не остался бы и по приглашению. Не почему-либо, а так, по характеру. Ну, стало быть и кстати, что я вас не пригласил. И не приглашаю. Позвольте еще, князь, чтобы уж разом все разъяснить. Так как вы ему сейчас договорились, что насчет родственности между нами слова не может быть, хотя мне, разумеется, весьма было бы лестно, то стало быть, то стало быть, вставать и уходить. Переподнялся князь, как-то даже весело рассмеявшись, несмотря на всю видимую затруднительность своих обстоятельств. И вот ей бог уже, генерал, хоть я ровно ничего не знаю практически ни в здешних обычаях, ни вообще, как здесь живут люди, но так я и думал, что у нас непременно именно это и выйдет, как теперь вышло. Что ж, может быть, оно так и надо. Да и тогда мне тоже на письмо не ответили. Ну, прощайте и извините, что обеспокоил. Взгляд князя был до того ласков в эту минуту, а улыбка его до того, без всякого оттенка хотя бы какого-нибудь затаенного неприязненного ощущения, что генерал вдруг остановился и как-то вдруг другим образом посмотрел на своего гостя, вся перемена взгляда совершилась в одно мгновение. — А знаете, князь, — сказал он совсем почти другим голосом, — ведь я вас все-таки не знаю, да и Елизавета Прокофьевна, может быть, захочет посмотреть на однофамильца. Подождите, если у вас время терпит. — О, у меня время терпит, у меня время совершенно мое. И князь тотчас же поставил свою мягкую круглополую шляпу на стол. Я, признаюсь, так и рассчитывал, что, может быть, Елизавета Прокофьевна вспомнит, что я и писал. — Давиджа, ваш слуга, когда я у вас там дожидался, подозревал, что я на бедность пришел к вам просить. Я это заметил, а у вас должно быть на этот счет строгие инструкции. Но я право не за этим, а право для того только, чтобы с людьми сойтись. Вот только думаю немного, что я вам помешал, и это меня беспокоит. — Вот что, князь, — сказал генерал с веселой улыбкой. — Если вы в самом деле такой, каким кажетесь, то с вами, пожалуй, приятно будет познакомиться. Только, видите, я человек занятой. И вот тотчас же опять сяду кое-что посмотреть и подписать, а потом отправлюсь к его сиятельству, а потом на службу. Так и выходит, что я хоть и рад людям хорошим, то есть, но... — Впрочем, я так убежден, что вы превосходно воспитаны. — А сколько вам лет, князь? — Двадцать шесть. — Ух, я думал, гораздо меньше. — Да, говорят, у меня лицо маложалое. А не мешать вам я научусь. И скоро пойму, потому что сам очень не люблю мешать. И, наконец, мне кажется, мы такие разные люди на вид по многим обстоятельствам, что у нас, пожалуй, и не может быть много точек общих. Но, знаете, я в эту последнюю идею сам не верю. Потому очень часто только так кажется, что нет точек общих, а они есть. Это от ленности людской происходит. Люди так, промеж собой, на глаз сортируются и ничего не могут найти. А, впрочем, я, может быть, скучно начал. Вы как будто... Два слова. Имеете вы хотя бы некоторое состояние? Или, может быть, какие-нибудь занятия намерены предпринять? Извините, что я так... Помилуйте, я ваш вопрос очень ценю и понимаю. Никакого состояния покамест я не имею. И никаких занятий тоже покамест. А надо бы с... А деньги теперь у меня были чужие, мне дал Шнейдер, мой профессор, у которого я лечился и учился в Швейцарии. На дорогу. И дал ровно вплоть. Так что теперь, например, у меня всего денег несколько копеек осталось. Дело у меня, правда, есть одно. И я нуждаюсь в совете. Но скажите, чем же вы намереваетесь покамест прожить? И какие были ваши намерения? Перебил генерал. Трудиться как-нибудь хотел? О, да вы философ. А, впрочем, знаете за собой таланты, способности хотя бы некоторые? То есть из тех, которые насущный хлеб дают. Извините я опять. О, не, не извиняйтесь. Я думаю, что не имею ни талантов, ни особых способностей. Даже напротив. Потому что я больной человек. И правильно не учился. Что же касается до хлеба, то, мне кажется... Генерал опять перебил и опять стал расспрашивать. Князь снова рассказал все, что было рассказано. Оказалось, что генерал слышал о покойном Павлищеве и даже знавал лично, почему Павлищев интересовался его воспитанием. Князь и сам не мог объяснить. Впрочем, просто может быть по старой дружбе. Спокойным отцом. Остался князь после родителей еще малым ребенком. Всю жизнь проживал и рос по деревням. Так как и здоровье его требовало сельского воздуха. Павлищев доверил его каким-то старым помещикам, своим родственницам. Для него нанимались сначала гувернантка, потом гувернер. Он объявил, впрочем, что хотя и все помнит, но мало может удовлетворительно объяснить. Потому что во многом не давал себе отчета. Частые припадки его болезни сделали из него совсем почти идиота. Князь так и сказал. Идиота. Он рассказал, наконец, что Павлищев встретился однажды в Берлине с профессором Шнейдером, швейцарцем, который занимается именно этими болезнями. Имеет заведение в Швейцарии, в кантоне в Алийском. Лечит по своей методе холодную водою, гимнастикой. Лечит и от этиатизма, и от сумасшествия. При этом обучает и берется вообще за духовное развитие. Что Павлищев отправил его к нему в Швейцарию лет назад около пяти, а сам два года назад умер внезапно. Не сделав распоряжений. Что Шнейдер держал и долечивал его еще два года. Что он его не вылечил, но очень много помог. И что, наконец, по его собственному желанию и по одному встретившемуся обстоятельству отправил его теперь в Россию. Генерал очень удивился. И у вас в России никого? Решительно никого? Спросил он. Теперь никого, но я надеюсь, при том я получил письмо. По крайней мере, перебил генерал. Не расслышав о письме. Вы чему-нибудь обучались? И ваша болезнь не помешает вам занять какое-нибудь, например, нетрудное место в какой-нибудь службе? О, наверное, не помешает. И насчет места я бы очень даже желал. Потому что самому хочется посмотреть, к чему я способен. Учился же я все четыре года постоянно, хотя и не совсем правильно, а так, по особой системе. И при этом очень много русских книг удалось прочесть. Русских книг, стало быть, грамоту, знаете, и писать без ошибок можете. О, очень могу, очень. Прекрасно. А почерк? Почерк у меня превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, талант. В этом я просто каллиграф. Дайте-ка мне. Я вам сейчас напишу что-нибудь для пробы, с жаром сказал князь. Сделайте одолжение. И это даже надо. Я люблю вот эту вашу готовность, князь. Вы очень право. Милый. У вас же такие славные письменные принадлежности. Сколько у вас карандашей, сколько перьев. Какая плотная славная бумага. И какой славный у вас кабинет. Вот этот пейзаж я знаю. Это вид швейцарский. Я уверен, что живописец с натуры писал. И я уверен, что это место я видел. Это в кантоне Ури. Очень может быть. Хотя это и здесь куплено. Ганя, дайте-ка князю бумагу. Вот перья и бумага. Вот на этот столик. Пожалуйтесь. Что это? Обратился генерал Ганя. Который тем временем вынул из своего портфеля. Подал ему фотографический портрет большого формата. Ба! Настасья Филипповна. Это сама тебе прислала, что ли? Оживленно и с большим любопытством спрашивал он Ганю. Сейчас, когда я был с поздравлением Дала, я давно уже просил, не знаю уж, не намек ли это с ее стороны, что я сам приехал с пустыми руками без подарков в такой день, прибавил Ганя, неприятно улыбаясь. Ну нет, с убеждением перебил генерал. И какой право у тебя склад мыслей? Станет она намекать. Да и неинтересантка совсем. И при том, чем ты станешь дарить? Ведь тут надо тысячи. Разве портретом? А что, кстати, не просила она у тебя еще портрета? Нет, еще не просила. Да, может быть, никогда не попросит. Вы, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер. Вы ведь из наручится приглашенных. Помню, помню. Конечно, я буду. Еще бы. День рождения. Двадцать пять лет. А знаешь, Ганя, я уж так и быть тебе открою. Приготовься. Анастасию Ивановичу и мне она обещала, что сегодня у себя вечером скажет последнее слово, быть или не быть. Так смотри же. Ганя вдруг смутился до того, что даже повледнел. Она это точно сказала, спросил он, и голос его как бы дрогнул. Третьего дня слово дала. Мы так приставали оба, что вынудили. Только тебе просила до времени не передавать. Генерал пристально рассматривал Ганю. Смущение Ганю ему, видимо, не нравилось. Вспомните, Иван Федорович, сказал тревожливо и колеблясь Ганя, что ведь она дала мне полную свободу. Решение до тех самых пор, пока не решит сама дела. Да и тогда все еще мое слово за мной. Так разве ты испугался вдруг, генерал? Я ничего. Помилуй, что ж ты с нами-то хочешь делать? Я ведь не отказываюсь, я, может быть, не так выразился. Еще бы ты, ты отказывался, с досадой проговорил генерал, не желая даже сдерживать досады. Тут, брат, дело уж не в том, что ты не отказываешься, а в твоей готовности, в удовольствии и в радости, с которой примешь ее слова. Что у тебя дома делается? Да что дома? Дома все состоит в моей воле. Только отец по обыкновению дурачится, но ведь это совершенный безобразник, я с ним уже и не говорю. Но, однако же, в тисках держу, и право, если бы не мать, так указал бы дверь. Мать все, конечно, плачет, сестра злится. А я им прямо сказал, наконец, что я господин своей судьбы, и в доме желаю, чтобы меня слушались. Сестре, по крайней мере, все это отчеканил. При матери. А я, брат, продолжаю не постигать. Задумчиво заметил генерал, несколько вскинув плечами и немного расставив руки. Нина Александровна тоже на медне вот когда приходила, помнишь? Стонет и охает. Чего вы? Спрашиваю. Выходит, что им будто бы бесчестье. Какое же тут бесчестье, говорю. Кто в чем может Настасью Филипповну укорить или что-нибудь про нее указать? Неужели то, что она с Тотским была? Но ведь это такой вздор. При известных обстоятельствах особенно. Вы, говорит, не пустите ее к вашим дочерям. Ну, ай да Нина Александровна. То есть как это не понимать? Своего положения, подсказал Ганя затруднившемуся генералу. Она понимает. Вы на нее не сердитесь. Я, впрочем, тогда же намылил голову, чтобы чужие дела не совались. И однако до сих пор все тем только у нас в доме и держится, что последнего слова еще не сказано, а гроза грянет. Если сегодня скажется последнее слово, стало быть, и все скажется. Князь слышал весь этот разговор, сидя в уголке за своей каллиграфской пробой. Он кончил, подошел к столу и подал листок. Так это Настасья Филипповна, промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на портрет. Удивительно хороша, прибавил он с жаром. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона. Волосы, по-видимому, темно-русые и были убраны просто по-домашнему. Глаза темные и глубокий лоб задумчивый. Выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худо лицом, может быть, и бледна. Ганя и генерал с изумлением посмотрели на князя. — Как, Настасья Филипповна, разве уж знаете ее? — спросил генерал. — Да, всего только сутки в Россию. А уж такую раскрасавицу знаю, — ответил князь и тут же рассказал про свою встречу с Рогожиным и передал весь рассказ. — Вот еще новости, — опять затревожился генерал, чрезвычайно внимательно выслушавший рассказ и пытливо поглядел на Ганю. — Вероятно, одно только безобразие, — пробормотал тоже несколько замешившийся Ганя. — Купеческий сынок гуляет, я про него что-то слышал. — Да и я, брат, слышал, — подхватил генерал. — Тогда же, после серек, Настасья Филипповна весь анекдот пересказала. — Да ведь дело-то теперь уж другое, тут, может быть, действительно миллион сидит и страсть безобразная, положим, но все-таки страсть, а ведь известно, на что эти господа способны во всем хмелю. — Не вышло бы анекдота какого-нибудь, — заключил генерал задумчиво. — Вы миллиона опасаетесь, — осклабился Ганя. — А ты нет. — Как вам показалось, князь, — обратился вдруг к нему Ганя. — Что это? Серьезный какой-нибудь человек или только безобразник? Собственно, ваше мнение. В Ганне что-то происходило особенное, когда он задавал этот вопрос. Точно новая и особенная какая-то идея загорелась у него в мозгу и нетерпеливо засверкала в глазах. Генерал же, который искренне и простосердечно беспокоился, тоже покосился на князя, но как бы не ожидая много от ответа. — Не знаю, как вам сказать, — ответил князь. — Только мне показалось, что в нем много страсти и даже какой-то больной. Да он и сам еще совсем как будто больной. Очень может быть, что с первых дней в Петербурге опять сляжет, особенно если закутит. — Так вам показалось? — уцепился генерал за эту идею. — Да. — И однако ж, этого рода анекдоты могут происходить не в несколько дней, а еще до вечера. Сегодня же, может, что-нибудь обернется, — усмехнулся генерал Уганя. — Конечно, пожалуй, уж тогда все дело в том, как у ней в голове мелькнет, — сказал генерал. — А ведь вы знаете, какова она иногда? — То есть какова же, — скинулся генерал, — достигший чрезвычайного расстройства. — Послушай, Ганя, ты, пожалуйста, сегодня и много не противоречь, и постарайся эдак, знаешь, быть одним словом по душе. — М? — Что ты рот-то кривишь? — Слушай. — Кстати, очень даже будет теперь сказать, — Гаврил Ардальонович, — из-за чего мы хлопочем. Понимаешь, что я относительно моей собственной выгоды, которая тут сидит, давно обеспечен. Я так или иначе в свою пользу дело решу. Тоцки решение свое принял, непоколебимо. Стало быть, и я совершенно уверен. — Потому если я теперь чего и желаю, так это только твоей пользы. Сам посуди. Не доверяешь ты, что ли, мне? При том же ты человек, человек одним словом умный, я на тебя понадеялся. А это в настоящем случае, это, это, это главное, — договорил Ганя, опять помогая затруднившемуся генералу и скорчив свои губы в ядовитейшую улыбку, которую не хотел скрывать. Он глядел своим воспаленным взглядом прямо в глаза генералу, как будто бы даже желая, чтобы тот прочел в его взгляде всю мысль. Генерал побагровел и вспылил. — Ну да, ум главное, — поддакнул он, резко смотря на Ганю. — И смешной же ты человек, — Гаврила, — ты ведь точно рад. Я замечаю этому копчику, как выходу для себя. Да тут именно через ум надо бы с самого начала дойти. Тут именно надо понять и поступить с обеих сторон честно и прямо, не то предуведемить заранее, чтобы не компрометировать других. Тем паче, что и времени было довольно, и даже теперь его остается. Генерал значительно поднял брови. — Несмотря на то, что и остается всего только несколько часов. Ты понял? — Понял. — Хочешь ты или не хочешь, в самом деле? — Если не хочешь, скажи и милости просим. Никто вас, Гаврила Ардалилович, не удерживает. Насильно в капкан не тащит, если вы тут только видите капкан. — Я хочу. В полголоса он твердо промолвил Ганя, потупив глаза и мрачно замолк. Генерал был удовлетворен. Генерал погорячился, но уж, видимо, раскаивался, что далеко зашел. Он вдруг оборотился к князю, и, казалось, по лицу его вдруг прошла беспокойная мысль, что ведь князь-то был тут и все слышал. Но он мгновенно успокоился. При одном взгляде на князя можно было вполне успокоиться. — Ого! — скричал генерал, смотря на образчик каллиграфии, представленный князем. — Да ведь это пропись! — Да, пропись-то редкая. Посмотри-ка, Ганя, какой сталант. На толстом веленивом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу. — Смиренный игумен Пафнутий руку приложил. Вот это, — разъяснил князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, — это собственная потвись игумена Пафнутия со снимка XIV столетия. Они превосходно подписывались, все эти наши старые игумены и митрополиты. И с каким иногда вкусом, с каким старанием, неужели у вас нет хоть Погодинского издания, генерал? Потом я вот тут написал другим шрифтом. Это круглый крупный французский шрифт прошлого столетия. Иные буквы даже иначе писали шрифт площадной, шрифт публичных певцов, заимствованных с их образчиков. У меня был один. Согласитесь сами, что он не без достоинств. Взгляните на эти круглые D, A. Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот еще прекрасный и оригинальный шрифт, вот эта фраза. Усердие все превозмогает. Это шрифт русский, писарский. Или, если хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу. Тоже круглый шрифт, славный, черный шрифт. Черно написано, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих расчерков. Или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуться, вот этих недоконченных полухвостиков. Замечаете? А в целом, посмотрите, оно составляет ведь характер. И право вся тут военно-писарская душа проглянула. Разгуляться бы и хотелось. И талант просится, да воротник военный. Туго на крючок затянут. Дисциплина в почерке вышла. Прелесть? Это недавно меня один образчик такой поразил. Случайно нашел, да где? В Швейцарии. Ну вот. Это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт. Дальше уж изящество не может идти. Тут все прелесть. Бисер и жемчуг. Это закончено. Но вот и вариация. И опять французская. Я ее у одного французского путешествующего коми заимствовал. Тот же английский шрифт, но черная линия капельку почернее и потолще, чем в английском. А пропорция света и нарушена. И заметьте, тоже овал изменен. Капельку круглее. И вдобавок позволен росчерк. А росчерк это наиопаснейшая вещь. Росчерк требует необыкновенного вкуса. Но если только он удался, если только найдена пропорция, то эдакий шрифт ни с чем не сравним. Так даже, что можно влюбиться в него. Ого! Да вы в какие тонкости заходите, смеялся генерал. Вы, батюшка, не просто каллиграф. Вы артист, а? Ганя? Удивительно, сказал Ганя. И даже с сознанием своего назначения, прибавил он, смеясь. Смейся, смейся. А ведь тут карьера, сказал генерал. Вы знаете, князь, к какому лицу мы теперь вам бумаги писать дадим? Да вам прямо можно 35 рублей в месяц положить. С первого шагу. Однако уж половина первого, заключил он, взглянув на часы. К делу, князь, потому что мне надо поспешить. А сегодня, может, мы с вами не встретимся. Присядьте-ка на минутку. Я вам уже изъяснил, что принимать вас очень часто не в состоянии. Но помочь вам капельку искренне желаю. Капельку, разумеется. То есть в виде необходимейшего. А там, как уж вам самим будет угодно. Местечко в канцелярии я вам приищу. Не тугое, но потребует аккуратности. Теперь насчет дальнейшего в доме, то есть в семействе Гаврила Ардалионовича, вот этого самого молодого моего друга, с которым прошу познакомиться. Маменька его и сестрица очистили в своей квартире две-три меблированные комнаты и отдают их отлично рекомендованным жильцам со столом и прислугой. Мою рекомендацию, я уверен, Нина Александровна примет. Для вас же, князь, это даже больше, чем клад. Во-первых, потому что вы будете не один, а так сказать, в недрах семейства. А по моему взгляду, вам нельзя с первого шага очутиться одним в такой столице, как Петербург. Нина Александровна, маменька и Варвара Ардалионовна, сестрица Гаврила Ардалионовича, дамы которых я уважаю чрезмерно. Нина Александровна, супруга Ардалиона Александровича, отставленного генерала, моего бывшего товарища по первоначальной службе, но с которым я по некоторым обстоятельствам прекратил сношение, что, впрочем, не мешает мне в своем роде уважать его. Все это я вам изъясняю, князь, с тем, чтобы вы поняли, что я вас, так сказать, лично рекомендую, следственно, за вас как бы тем ручаюсь. Плата самая умеренная, и, надеюсь, жалования ваше в скорости будет совершенно к тому достаточно. Правда, человеку необходимы и карманные деньги, хотя бы некоторые, но вы не рассердитесь, князь, если я вам замечу, что вам лучше избегать карманных денег, да и вообще денег в кармане. Так, по взгляду моему на вас говорю. Но, так как теперь у вас кошелек совсем пуст, то для первоначалу позвольте вам предложить вот эти 25 рублей. Мы, конечно, сочтемся, и, если вы такой искренний и задушевный человек, каким кажетесь на словах, то затруднений тут между нами выйти не может. Вот, если же я с вами так интересуюсь, то у меня на ваш счет есть даже некоторая цель. Впоследствии вы ее узнаете. Видите, я с вами совершенно просто. Надеюсь, Ганя, ты ничего не имеешь против помещения князя в вашей квартире. Напротив, и мамаша будет очень рада, вежливо и предупредительно подтвердил Ганя. Ганя, у вас ведь, кажется, только еще одна комната и занята этот, как его, Ферд... Ферд... Фердышенко. Ну да, не нравится мне этот ваш Фердышенко. Сальный какой-то. Не понимаю, почему его так поощряет Настасья Филипповна. Да он за правду, что ли, родственник? Нет, все это шуткой не пахнет даже. Ну, черт с ним. Ну так как же вы, князь, довольны или нет? Благодарю вас, генерал. Вы поступили со мной как чрезвычайно добрый человек, тем более, что я даже и не просил. Я не из гордости это говорю. Я и действительно не знал, куда голову преклонить. Меня, правда, давеча позвал Рогожин. Какой Рогожин? Нет, я бы вам посоветовал отеческие или, если больше любите, дружеские, забыть о господине Рогожине. Да и вообще, советовал бы вам придерживаться семейства, в которое вы поступите. Если уж вы так добры, начал было князь, то вот у меня одно дело. Я получил уведомление. Ну, извините, перебил генерал. Теперь ни минуты более не имею. Сейчас я скажу о вас, Лизавете Прокофьевне. Если она пожелает принять вас теперь же, я уж в таком виде постараюсь вас отрекомендовать, то советую воспользоваться случаем и понравиться. Потому Лизавета Прокофьевна очень может вам пригодиться. Вы же однофамилиц. Если не пожелает, то не в защите, когда-нибудь в другое время. А ты, Ганя, взгляни-ка, покамест на эти счеты. Мы давеча с Федосеем бились. Их надо бы не забыть включить. Генерал вышел, и князь так и не успел рассказать о своем деле, о котором начинал было чуть не в четвертый раз. Ганя закурил папиросу и предложил другую князю. Князь принял, но не заговаривал, не желая помешать, и стал рассматривать кабинет. Но Ганя едва взглянул на лист бумаги, исписанной цифрами, указанной ему генералом. Он был рассеян. Улыбка, взгляд, задумчивость Гани стали еще более тяжелы, на взгляд князя, когда они оба остались наедине. Вдруг он подошел к князю, в эту минуту стоял опять над портретом Настаси Филипповны и рассматривал его. — Так вам нравится такая женщина? — князь спросил он его вдруг, поразительно смотря. И точно будто бы у него было какое-то чрезвычайное намерение. — Удивительное лицо, — ответил князь. И я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое. И вот не знаю, добра ли она. — Ах, как бы добра! Все было бы спасено. — А женились бы вы на такой женщине? — продолжал Ганя, не спуская с него своего воспаленного взгляда. — Я не могу жениться ни на ком, я нездоров, — сказал князь. — А Рогожин женился бы, как вы думаете? — Да что же, жениться, я думаю, и завтра можно. Женился бы, а через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее. Только что выговорил это князь, Ганя вдруг так вздрогнул, что князь чуть не вскрикнул. — Что с вами? — проговорил он, хватая его за руку. — Ваше сиятельство, его превосходительство, просят вас пожаловать к ее превосходительству. Возвестил Лакей, появляясь в дверях. Князь отправился вслед за Лакеем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова